Сегодня мы рассматриваем важный пакет законопроектов, сложный пакет, который направлен на повышение ответственности средств массовой информации. Это внесение изменений в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает ответственность за злоупотребление свободой слова средств массовой информации, и статья 20.1, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство. Об этих статьях достаточно много говорилось средств массовой информации, но журналисты неправильно в ряде случаев понимают и истолковывают то, что внесено депутатами Единой России и членами Совета Федерации. Поэтому надо бы обозначить почетче нашу позицию, позицию фракции КПРФ на этот счет. Прежде всего я должен заметить, что авторы, представив законопроекты, пояснительные записки, ни слова не сказали относительно актуальности проблемы, которые они собираются урегулировать, за которые они собираются ввести административную ответственность. То есть нет никакой статистики, нет даже никаких фактов и примеров, и иногда непонятно, за что же люди будут нести ответственность. То есть это вот как хочешь, так и понимай. Во-вторых, мы, наша фракция, понимаем, что это очередная волна репрессий в нашем законодательстве. Хотелось бы обратить внимание на то, что вот если проанализировать наше законотворчество за прошлый год, за 2018 год, то мы выясним, что оказывается около 40 изменений, около 40 законов принято, которыми вынесены изменения в Кодекс об административных правонарушении. И все они направлены на ужесточение и усиление ответственности. Нет ни одного такого, который был бы направлен на гуманизацию, о которой много сейчас говорят руководители нашего государства. Собственно, такая же тенденция у нас идет и в уголовном праве. У нас соотношение репрессивных, усиливающих ответственность уголовных законов с теми, которые смягчают ответственность, как 10 к одному. То есть репрессивных в 10 раз больше, чем тех, которые направлены на гуманизацию ответственности и наказания. И далее, в-третьих, я хотел бы обратить внимание, и об этом много говорилось уже. Собственно, об этом говорилось и на заседании профильных комитетов, которые рассматривали вот эти законопроекты. Речь идет о том, что, к сожалению, в этих законопроектах очень много общих формулировок, неопределенных и непонятных, которые будут непонятны для правоприменителя. Ну, вот такие общие формулировки, они позволяют, с одной стороны, чинить произвол, они позволяют процветать коррупции в правоохранительных органах. И надежда на то, что там судьи разберутся с этими формулировками, ведь судьи будут рассматривать эти дела, она совершенно пустая надежда. Почему? Потому что, ну, надо знать статистику, ведь у нас в течение года в целом по стране судьи рассматривают свыше 6 миллионов дел об административных правонарушениях. Это жуткая цифра. И говорить о том, что, причем это в основном мировые судьи, 85% таких дел рассматривают мировые судьи, и говорить о том, что вот судьи сядут и разберутся с этими делами, это совершенно пустое дело. Разобраться будет некогда и невозможно. Ну, а теперь вот конкретно по терминологии одного и второго закона. Прежде всего, закон, который вносит изменения, вернее, дополнения в статью 13.15. Вот здесь так говорится, читаю, ну, коротко, но почти дословно. Распространение в сети интернет информации в неприличной форме, которая выражает явное неуважение к обществу, значит, государственным символам и так далее, и органам, осуществляющим государственную власть, то есть еще и против органов, осуществляющих государственную власть. Она вот предусматривает ответственность в соответствии с частью 9 этой статьи. То есть вот что такое неприличная форма, совершенно неясно. Ведь у нас в статье 21 мелкое хулиганство предполагает ответственность за нецензурную брань. А вот неприличная форма неясна. Я должен сказать, что у нас вообще-то в интернете очень редко власть в приличной форме критикует. Она неприличной формы, к сожалению, иногда у нас и на трибуне Государственной Думы звучит, но она не может влечь, конечно, какую-то такую административную или уголовную ответственность, чаще всего это ответственность моральная. Ну и надо обратить внимание, что, к сожалению, вот эта статья, она предусматривает и административный арест. То есть что-то сказал в интернете, и за это тебя могут еще на 15 суток арестовать. Но еще более сложной является статья о внесении изменений, значит, положение законопроекта о внесении изменений в статью 13.15 Кодекса о административных правонарушениях, который звучит так. «Распространение в средствах массовой информации заведомо недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, безопасность общества и иные тяжкие последствия». Вот что такое общественно значимая информация, что такое иные тяжкие последствия, сам Бог не знает. Но самое интересное, что эта статья в качестве меры наказания в отношении юридических лиц предусматривает штраф до миллиона рублей, там можно рассуждать много это или мало. Но далее конфискации предмета административного правонарушения. Это что-то вообще нонсенс какой-то. Предмет правонарушения – это то, на что направлено правонарушение. Если это, скажем, мелкое хищение, это предмет, который похищен. А что же здесь-то собираются конфисковывать? Конфисковать можно орудие правонарушения, но предмет правонарушения невозможно конфисковать. То есть вот такое, извините, несколько небрежное отношение к законотворчеству по форме, оно порождает и небрежности по существу. Фракция не будет поддерживать эти два законопроекта. И надо сказать еще о двух законопроектах, которые параллельно вот этим двум законопроектам внесены, ну там почти теми же депутатами и членами Совета Федерации, несколько другой там коллектив. Это два законопроекта, которые вносят запреты на совершение тех действий, за которые устанавливается ответственность вот в этих двух статьях административного кодекса. То есть это изменение, дополнение законодательства о средствах массовой информации. Сами по себе они, наверное, за них можно было бы проголосовать, если бы они не стояли в одном ряду вот с этими непонятными законами из кодекса административных правонарушений, законопроектами, извините. Но, коль скоро они стоят в одном ряду, коль скоро они их дополняют, мы также их не можем поддержать, поэтому эти четыре законопроекта, они обойдутся без нашей поддержки. Спасибо. Власть продолжает проводить абсолютно репрессивную авторитарную политику. Увы, вместо того, чтобы бороться с причинами, по которым население видит необходимость критиковать власти, зачастую делать это в довольно нелицеприятной форме, вместо того, чтобы поднимать уровень жизни, бороться за социальную справедливость, социальное равенство, вместо этого власть предпочитает бороться с симптомами, с тем общественным недовольством, которое неизбежно выплескивается в интернет. И нужно понимать, что тенденция на ограничение прав и свобод в интернете появилась далеко не вчера. Мы помним, что относительно недавно власти предпринимали ряд серьезных шагов для ограничения прав и свобод в интернете, начиная от того, что сначала легализовали фактически тотальную слежку за всеми гражданами, благодаря пакету законов Яровой-Озеровой, затем ввели еще целый ряд ограничений, начиная от блокировок VPN-сервисов. Ну и вот, пожалуйста, сейчас добираются уже до комментариев в интернете, постов, статей, в блогах, микроблогах, ну и всего прочего. Фактически мы видим, что пытаются заткнуть рот всем, кто хоть чем-то недоволен, вместо того, чтобы прислушаться к обществу и постараться скорректировать свою политику. Увы, такой подход совершенно не случайен. Мы с вами должны четко для себя понимать, что власть в настоящее время гораздо чаще действует в интересах очень узкой группы богатых и сверхбогатых людей, олигархии, а все остальное общество вынуждено с этим курсом мириться и в значительной мере становятся его жертвой. Поэтому растет общественное недовольство, и власть, к сожалению, в угоду принципу сохранения собственного господства, идет по пути просто закручивания гаек. При этом совершенно недальновидно, даже не обращая внимания на то, что повышать давление в котле всю жизнь невозможно, раньше или позже произойдет социальный взрыв, который будет тем сильнее, чем дольше будет длиться репрессивный период. Мы призываем все-таки власть имущих задуматься, мы считаем, что еще не все потеряно, и что можно сейчас без потрясений все-таки развернуть страну в более созидательном направлении, поставить ее на более левый социально ориентированный курс, который позволил бы обществу развиваться без тех ужасных перегибов, перекосов и несправедливости, которые в нем есть сегодня. Мы считаем, что те инициативы, которые вынесены сегодня на рассмотрение Госдумы в первом чтении, касающиеся фактического ограничения свободы слова, прав граждан на свободу выражения мнений, ни в коем случае нельзя пропускать. Мы призываем все средства массовой информации, журналистское сообщество, активно включиться в противодействие этим инициативам, потому что по этой профессиональной сфере я считаю, что такая инициатива ударит в первую очередь. Все электронные и печатные СМИ будут страдать от этого. Задача журналистов – высказывать власти критические замечания, иногда делать это в хлестской форме, для того, чтобы власть лучше к ним прислушивалась. Если сейчас поставят ограничения на это, то фактически профессия во многом утратит свой смысл. Призываю вас поддержать нас. Мы же, в свою очередь, ни в коем случае поддерживать эту законодательную инициативу не будем. Редактор субтитров А.Семкин